У отставного генерала-майора Булгеева разболели зубы. Он полоскал рот водкой, коньяком, прикладывал к больному зубу табачную копоть, опи, скифидар, керосин, мазал щеку йодом, в ушах у него была вата смоченная в спирту, но все это или не помогало, или вызывало тошноту. Приезжал доктор, он поковырял в зубе, прописал хину, но и это не помогло. На предложение вырвать больной зуб генерал ответил отказом. Все домашние, жена, дети, прислуга, даже поваренок Петька предлагали каждое свое средство. Между прочим, и приказчик Булгеева, Иван Евсеевич, пришел к нему и посоветовал полечиться заговором. Тут в нашем уезде, ваше превосходительство, лет десять назад служил акциза Яков Васильевич. Заговаривал зубы, но я прямо скажу, а, первый сорт. Бывало, отвернется к окошку, пошепчет, поплюет и как рукой. И его сила ему такая, да-де-да. А где же он теперь? Видите, после того, как его из акцизных увольнили, в Саратове у тещи живет. Теперь только зубами и кормится. Если у которого человека заболит зуб, то и идут к нему, помогают. Там же и Саратовский на дому у себя пользует, а если который из других городов, то по телеграфу. Пошлите ваше превосходительство, депешево. Так, мало, так, у раба Божьего Алексея зубы болят, прошу выпользовать, а деньги на залечение почты пошлете. Ерунда, шарлатанство. А вы попытаетесь, ваше превосходительство. Да водки очень охотник, живет не с женой, а с немкой. Ругатель, а можно сказать, чудодейственный господин. Пошли, Алеша, взбалилась генераль. Ты вот не веришь в заговоры, а я на себе испытала. Хотя ты и не веришь, отчего же не послать. Руки ведь не отваливаются от этого. Ну ладно, тут не то, что к акцизному, к самому черту, депешу по слезу. Ох, моча нет. Ну где твоя акцизная живет, как к нему писать? Генерал сел за стол и взял перо в руки. Да его в Саратове, кажется, собака знает, сказал приказчик. Не извольте писать ваше превосходительство. В город Саратов, стало быть, Саратов. Его благородию, его благородию, господину Якову Васильевичу. Васильевичу, ну, Васильевичу, якову Васильевичу, а фамилию забыл. Васильевичу, черт. Как его фамилия? Якову Васильевичу, якову Васильевичу, позвольте со мной. Яновичу поднял глаза к потолку и зашевелил губами. Булгейб и генераль, что ожидали нетерпеливо. Ну что же, скорее, голубчик, думай. Сейчас. Васильевичу, яков Васильевичу, черт забыл. Такая же простая фамилия, словно как бы лошадиный. Кобылин. Нет, не Кобылин. По сути, Жеребцов? Нет, что, нет, не Жеребцов. Помню фамилию Лошадины, а какая из головы вышла? Жеребятников? Нет, никак нет. По сути, Кобылицын, Кобылятников, Кобелев. Дурак, это собачья. Они лошадиные. Жеребчиков? Нет, не Жеребчиков. Лошадинин, Лошаков, Жеребкин. Нет, не то. Ну, да как же я буду ему писать? Ты подумай. Сейчас Лошадкин, Кобылкин, Коренной. Коренников, спросила генеральша. Никак нет. Пристяжки? Нет, не пристяжки. Забыл. Да ты зачем же, черт тебя возьми? Советами режешь, если ты забыл. Ступай отсюда, вон. Иван Евсеевич медленно вышел, а генерал схватил себя за щеку и сходил по комнатам. Ой, батюшки, вопил он. Ой, матушки. Ах, света божьего, не вижу. Приказчик вышел в сад и, подняв к небу глаза, стал припоминать фамилию Акцизова. Жеребчиков, Жеребковский, Жеребенко. Нет, не то. Лошадинский, Лошадевич, Жеребкович, Жеребевич, Кобылянский. Немного погодя его позвали к господам. Вспомнил? Спросил генерал. Никак нет, ваше происходящее. Может быть, Конявский, Лошадников. Нет. И в доме все на перерыв стали изобретать фамилии. Перебрали все возраста, пола, порода лошадей. Вспомнили гриву, копыта, сбрую. В доме, в саду, в людской кухне люди ходили из угла в угол и, почесывая лбы, искали фамилию. Приказчик, то и дело требовали в дом. Тубунов, спрашивали у него. Копытин? Нет. Жеребовский? Никак нет, отключал Иван Алексеевич. И, подняв вверх глаза, продолжал думать слух. Коненко, Конченко, Жеребеев, Кобылеев, Кобылянский. Папа! Кричали из детской. Может быть, Тройкин, Уздечкин взбудоражил вся усадьба. Нетерпеливый, замученный генерал пообещал дать пять рублей тому, кто вспомнит настоящую фамилию, и за Иваном Евсеевичем стали ходить целыми табунами. Гнедов, говорили ему, расистый, нет, чертый, лошадицкий, нет. Но наступил вечер, а фамилия все не была найдена. Так и спать легли, не послав телеграммы. Генерал не спал всю ночь, ходил из угла в угол и стадал. В третьем часу утра он вышел из дома и постучал в окно к приказчику. Немеринов ли? Спросил он плачущим голосом. Нет, Немеринов, ваша происходительница, ответил Иван Евсеевичем, виноватым вздохнул. Может быть, фамилия не лошадиная? Какая-нибудь другая, ей-богу, ваша происходительница, лошадиная. Это я отлично даже помню. Эх, ты, братец, беспамятный. Для меня теперь эта фамилия дороже, кажется, всего на свете. Замучился. Утром генерал опять послал за доктором. Ну, пускай львет, решил он. Нет больше сил терпеть. Приехал доктор, вырвал больной зуб. Болю тихо тотчас же и генерал успокоился. Сделал свое дело и, получив, что следует за труд, доктор сел в свою бричку и поехал домой. За воротами в поле он встретил Ивана Евсеевича. Приказчик стоял на краю дороги и, глядя сосредоточенный себя по ноге, о чем-то думал. Судя по морщинам, бороздившим его лоб и по выражению глаз, думы его были напряжены мучительными. Буланов, через сидельник побормотал, засупонил, лошадский. Иван Евсеевич обратился к нему доктор. Не могу ли я, голубчик, купить у вас четверть и пять овса? Не продают наши мужички овес. Душ больно плохой. Иван Евсеевич тупо поглядел на доктора. Как-то дико улыбнулся, не сказав ответа ни одного слова. Сплеснув руками, побежал кусать без такой быстротой, точно за ним и на вас бешая собака. «Надумал, ваше председательство!» Закричал он радостно, не своим голосом, влетая в кабинет. «Надумал! Дай бог здоровья доктору! Обсов! Обсов, фамилия акцистная! Обсов, обсов, ваше председательство! Ссылайте депешу! Обсову! «На-ка-ся!» – сказал генерал с презрением и поднес к лицу его два кукиша. «Не нужно мне теперь твоей лошадиной фамилии! На-ка-ся! Вот теперь! Вот! Вот!»